Таджикистан провел военный парад на афганской границе. Готовность пограничных отрядов проверил президент республики Имамали Рахмон. Подробности далее. В погранотряде 5 главу государства встретили более 2000 военнослужащих, защитники рубежей и мобилизованные резервы. Обращение к ним Имамали Рахмон начал с ситуации в Афганистане. Сегодня военно-политическая ситуация в Исламской республике Афганистан в провинциях, граничащих с Таджикистаном, чрезвычайно сложна. Она требует от каждого служащего вооруженных сил, особенно офицеров и солдат, охраняющих границы, бдительности, высокой ответственности и готовности. Пяньскому погранотряду 93 года. В советское время он защищал границу, а бандформирование. Сейчас перед бойцами стоят более масштабные задачи. Государственная граница между Таджикистаном и Афганистаном очень важна не только для нашей страны. Но и для стран Содружества и Европейского Союза, как буферная зона. Танки, БТР и оперативно-тактические внедорожники. Президенту показали десятки видов спецтехники. Имамали Рахмон высоко оценил боевую готовность личного состава. Условия службы очень хорошие. У солдат, у офицеров все есть. Мы благодарны президенту. Я хочу сказать молодежи Таджикистана, чтобы приходили, как мы, в армию, чтобы защищать свои исконные земли. Служба в армии воспитывает мужчин. Еще одну выставку посвятили сельхоз достижениям пограничников. Яблоки, виноград, помидоры, огурцы, морковь и лук. Другие культуры. Вся продукция идет на стол защитников рубежей. Боевую готовность Имамали Рахмон проверил и в приграничном районе Мирсаид Али Хамадуни. Пограничные войска, как и другие части вооруженных сил, создавались в очень болезненный и сложный период истории нашей страны, без какой-либо материальной технической базы. Сегодня они представляют собой оснащенную и надежную силу защиты границ стран. И это одно из важных событий в истории таджикской государственности и одно из великих достижений независимости Таджикистана. Военный парад перед верховным главнокомандующим в километре от таджикской афганской границы, как подтверждение мощи и слаженности вооруженных сил республики. Именно об этом говорил глава государства.